Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет! Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, друзья, всем огромный привет! Это первая танцевальная радиостанция страны Меня зовут Марк Некрасов Напоминаю, сегодня пятница Для тех, кто... Я в студии не один И вместе со мной Друзей Александрович Толмацкий Российский рэпер Известный под псевдонимом Децл Привет всем! Привет всем! Привет, Казань! Как дела? Отлично! Рассказывай, когда прилетел уже в Казань? Прилетел в Казань сегодня утром Акклиматизировался немножко в Москве После долгой вьетамской поездки И, в общем, настроение хорошее Я уже выздоровел, акклиматизировался все дела Здорово! Ну расскажи немножко про Вьетнам Сколько там находился? Чем занимался вообще? В Вьетнаме был концерт В городе Муйне А потом мы оттуда убежали Потому что там было очень много русских Вот, попали потом, значит И в еще несколько городов Проехали с юга на север Вот, ну по итогу закончили свое путешествие в Хануэ Вот, и в общем Ну было достаточно весело С приключениями, все дела Со сломанными тачками, там, вот, с перелетами неожиданными Здорово! Ну, ну что ж, хорошо, я понял Ты находишься в хорошем расположении духа В Казани ты не впервые Много раз уже до этого был, насколько я знаю В прошлом году, по-моему, два раза я был Я даже был на твоем концерте Ты выступал в одном из наших заведений Было очень много народу, честно говоря Просто невозможно было как-то там передвигаться, танцевать В общем, здорово прошел концерт Тебе спасибо отдельно за это Сегодня ты устроишь, я уверен Семен поменьше клуб Вот, но народу, я думаю, будет не меньше Так что приходите, будет прикольно Новая программа, все дела Вот И новый диджей-сет После выступления, так что Я уверен, вам понравится Расскажи, как тебе вообще Казани? Возможно, какие-то места тебе приглянулись, нравятся Куда ты Каждый раз в Казань, как в тумане приезжаю Вот, помню только Помню такую гостиницу, в которую меня привозят Значит Кремль, или как это называется у вас Ну, Казанс Кремль Вот И, соответственно, так А сегодня Днем проехал, вот И смотрю, город цветет Растет Он строится И достаточно чистенько В общем, мне понравилась сегодня Дневная прогулка по городу Кстати, кто-нибудь Тебя узнал, подходил к тебе? Ну, периодически В гостиницу приехали Там весь персонал Фотографировался Потом Таран тоже Самая Вот А так Людей просто особо не встречали По дороге Ты, наверное, чаще всего ходишь В очках темных, да? Нет Ну, когда как Летом хожу в темных очках Когда солнышко хожу в темных очках Ночью Стараюсь не ходить В темных очках По дороге Выступаю иногда еще В темных очках Скажи, пожалуйста А почему вот именно Такой псевдоним Децл? Ну, потому что Я когда начинал В школе, во-первых Я был самый мелкий Всегда на линейке Стоял самый последний Вот И, в общем Это такое сленговое Слово для Чуть-чуть Вот Поэтому Соответственно Так и обозвали Децл Ну, а я смотрю В системе мозга И, в общем Запоминаются легко Ну, да Здорово Я, насколько знаю У тебя есть еще Другие псевдонимы Твое альтер-эго Что ли Если так можно сказать Это Летранг Ака, Летранг Летрюк Летрюк, правильно, да? Ну, если это французское слово Это производно От французского Летрук Это Этот псевдоним Придумал Персонаж Один из участников Группы Братья Улыбайте Зовут его Шуруп Вот Андрей Бабурин Сейчас он Живет На Бали Вот В общем Мы сами Все придумывают Кликухи Вот Я хочу быть Вот таким И назвался Как-нибудь Лил Мо Ботом Еще что-нибудь А на самом деле К нам Клички все Приклеивались Из школы Из сферы общения И так далее Также Я знал у тебя Еще один псевдоним Джузеппо Жестко Расскажи про это Да Этот псевдопо Такой же Ты сказал Что Да Занимаешься Ну Я стараюсь Сильно Не углубляться Не погружаться Вот Потому что Есть у нас Музыканты Которые Прям глубоко Погружены В духовное Развитие Ведами И так далее Индийскими Ведами Вот И Так поверхностно Опять же Сильно не углубляясь Вот Разобрался Кто там Брахма Кто там Кришна Кто там Вишну Кто там Шива Кто Ганеш Кто В общем Вот эти все Моменты Потому что Все-таки Многие Азиатские Культуры Китайская Культура Японская Культура Они Много Вещей В себя Питали Из индийской Культуры Вот И Все что Связано С божественным С духовным Все как раз Пошло из Индии Я кстати Тоже сейчас Читаю книжку Называется Путешествие Вглубь себя Как раз таки Про то Что ты говорил В общем Много таких Сейчас книжек И они В легком доступе То есть Это не так Как раньше Книжки Нужно было искать Вот Сейчас В принципе Можно найти все Там Не знаю От Дронвал Мельхиседека До Там Яблоки падают Вверх В общем Всякие Разные Интересные Литературные Произведения Связанные С духовным Развитием Но это важно Я считаю Что каждый Человек Рождается Для того Чтобы умереть И забрать С собой Единственное Что мы можем С собой забрать Это поступки И опыт Больше ничего Понятно Ну что ж Переходим К следующим Вопросам Хотелось бы Узнать Помнишь ли ты Своё первое Выступление Сколько тебе Было лет Я помню Да Что мне было 16 лет И первое Выступление Было На По-моему Streetball Challenge Назывался Это происходило Прямо Вот Рядышком С Красной Площадью Рядом С Манежкой Вот На тот Момент Собралось Очень много Людей Со всего Города И То что Мы постоянно Общались Со всякими Разными Группировками Типа White Smoky Crazy Sun Quantum Night Soldiers Еще что-то Танцоры Какие-то Просто Уличные Хулиганы Просто Рэперы Все собирались На этой площади На этот Streetball Challenge Чтобы поддержать Это Такое Очень было Интересное Время Очень Ностальгирую По тем Временам А кем Хотелось Вообще Стать В детстве Сокровенная Мечта Сначала Я хотел Стать Космонавтом Потом Я хотел Стать Как Папа Продюсером Потом Я опять Захотел Стать Космонавтом И до сих Пор Хочу Стать Космонавтом Ну я думаю В принципе Ты можешь Себе Наверное Позволить Полетать В космос Пока Позволить Я себе Не могу Это Достаточно Дорого Но В дальнейшем Не знаю Может быть Как-то мне удастся Связаться С Брэнсоном Не Брэнсоном С Маском Они мне помогут Существить Мою частную мечту Поскольку Одна из Небольшого количества Частных Космических Компаний Которые делают Частные Космические Корабли Что даст Возможность В дальнейшем Использовать Их компанию Для того Чтобы Выходить В космос На частных Основах А не Не государственных Не каких-то Правительственных В рамках Правительственных Каких-то Полетов Я не знаю Ну то есть Я в общем Планирую Научиться Управлять И Боингом И спортивным Самолетом И вертолетом В ближайшем Будущем Ну что ж Я желаю тебе успехов Желаю чтобы Ты слетал В космос Я думаю Хотя несмотря на это Я думаю Ты периодически Как-то Связываешься С космосом На каком-то Другом уровне Наверняка Нет Никак не получается В основном Только вот так Вот смотря В небо На звезды Понятно Есть же такое Еще понятие Как там Питаться космической Энергией Ну есть такое понятие Да Но Оно Как это Сугубо Аморфно Вот Поэтому Наверняка Мы все общаемся Мы все связаны Я уверен Связаны с небесными телами Которые двигаются За солнцем Вот Которые вращаются Вокруг солнца В общем Я думаю Что это Очень сильно влияет На всех людей Вот В той или иной степени В зависимости От Там Расположения Гороскопа И так далее Ну что ж Друзья У нас сегодня В гостях Децл Прямиком Из студии Первой танцевальной В Казани Задавайте Свои вопросы В группе Казанского рекорда Вконтакте В комментариях Под картинкой Под фотографией Децла Адрес Вики Ком Слэш Казан Рекорд Или Пишите Нам Номер Ватсап 8962559 101 И 9 Скоро Услышимся Я пока Поотвечаю Мне какие-то Вопросы И тут Какой-нибудь Интервьюер Камень в мой Огород Да Да Ярославль Обязательно Как бы Пригласят Сразу Уже включали Буквально 3 минуты 3 минуты 10 минут назад Включали 3 минуты Сальвизаров Вступление Ночью Час 30 Я не буду По связи Набережные Челны Волода Пока не звали Да Мойна Было Классно Екатеринбург Даже Субтитры Вьетнам Нет Растамана Достаточно Увидеть Чтобы Влюбиться Достаточно Прикоснуться Чтобы Понять Достаточно Услышать Это Предложение Чтобы Не Превосходный Ауди Кудри С линией Комфорт Лайн От Одного Миллиона Восьмисот Девяносто Девяносто Тысяч Рублей Новый Трак Еще Не Записан Могу Так Представим Сегодня Девяносто Девяносто Девяти Тысяч Рублей И Девяносто Девяносто Редак Можешь Представить Сами Можешь Попробовать Девяносто 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 Класс опять заработал. Убрал уже от колонки. Но чтобы не провалиться, ему придется стать по-настоящему своим. Ты не русский, что ли? Адаптация, комедийный... Новый клип... Регос предлагал несколько раз делать фит, но что-то как-то еще пока не получилось. Не знаю, думаю, что скоро. Очки у китайца, который в автобусе продает. Очки не надо. Для меня... Мне сать его нравится. Вейп сложно зимой. Ну и вообще там есть вопросы. Здравствуйте. Здравствуйте. Самое интересное в Вьетнаме, это как раз мы были в городе, который под защитой ЮНЕСКО находится. Типа один из самых красивых городов мира. Название не буду афишировать. Там русских пока мало. Жишку выпустил смоки уже. Подсоветился. Продолжал? Чай из пакетиков люблю. Так же, как и китайский. Вехтеленбург еще пока не знаю. Никто не приглашал. Ну что, друзья, продолжается вечерняя хайлбэ. Сегодня у нас в гостях человек, который не нуждается в представлении собственной персоны Децл. Децл на связи. Я у совсем. Я у, я у, я у. Как вообще? Дрюк на связи. Да. Помимо того, что Децл параллельно отвечает на вопросы у себя в аккаунте в Инстаграме, он у нас находится еще и в прямом эфире Радио Рекорд. Подключайтесь, подтягивайтесь, друзья, и задавайте свои вопросы. Пишите на номер ватсап 8962-559-101-9. Ну а я пока продолжаю задавать свои вопросы. Я знаю, что со многими артистами тебе уже довелось поработать. С кем тебе понравилось больше работать, с кем бы ты хотел поработать совместно? Мне очень нравится работать с ребятами из Испании. Это мои старые друзья. Зовут их Йоу. Вот. Сейчас они в Корее. Как раз у них там движуха, они выпустили сингл. А, почему не отключился? Не отключился, короче. Ладно, неважно. Они в Корее выпустили сингл. А мы до этого с ними лет, наверное, 6-7 работали. У нас с ними выпущено в официальном релизе, наверное, в iTunes можно найти пару треков точно. Вот. И еще там трека 3-4 у нас еще не изданные есть. В общем, мы планируем в дальнейшем тоже сотрудничать. Вот. Это такой, типа, больше клубный стиль. Не знаю. Мы начали делать, например, дабстеп. Дабстеп начали делать раньше, чем Skrillex. Вот. И в какой-то момент мы когда выступали в Амнезии, на Ибице в клубе, Skrillex должен был в этот же день выступать, но по каким-то причинам он не приехал. Вот. Тоже было интересно пообщаться, что и как вообще он думает о музыкальной индустрии на данный момент. Потому что вдруг стало непонятно, как вдруг появился персонаж, который там сразу заработал играми и еще что-то, еще что-то. В общем, хорошая менеджерская работа. Вот. Сейчас обычно как берут артиста и, соответственно, если хороший менеджмент, то его очень-очень быстро раскручивают. Ну вот. И даже не имея там альбома, он может стать там, упасть в топы чартов и так далее. И, в общем, быть... И кататься там с двумя-тремя треками. Раньше такого, ну, было невозможно представить. То есть нужен был альбом, там клипы и так далее. Сейчас все немножко по-другому. Вот. А поработать я с удовольствием поработал с семейством Marley. Вот. Это пока, наверное, единственное, с кем мне очень хотелось бы поработать. Может быть, с Сия. Вот. Может быть, там какие-то такие персонажи. Вот. Но не из рэп-тусы. Не с российской. Мне еще нравится. Ну, а с российской сценой вообще как бы вообще отдельный разговор. Вот. То есть сейчас хайпят многие там рэперы и пытаются, значит, записывать треки с какими-то попсовыми певицами, там, певцами и так далее. Что, ну, как бы я не приветствую. Я считаю, что сильно интегрировать хип-хоп музыку в попсу не стоит, потому что иначе это будут делать все. Я раньше это было в стиле доктора Албана, там, какого-нибудь там в стиле вот этих вот ноу-лимит, вот, и так далее. И это все очень припопсовано выглядело. И сейчас почему-то очень часто любят использовать в поп-песнях, хип-хоп-куплеты там и так далее, что не красит хип-хоп-культуру, в общем. Ну, на самом деле, хотелось бы еще задать тебе вопрос, который, наверное, задают тебе очень многие. Что за шумиха вообще между тобой и Бастой? Что за конфликт у вас там произошел? Ну, классный конфликт. У меня с ним никакого конфликта. Я просто, как бы, понял, что у человека, как он ко мне относился до того, как мы записывали трек, в общем, как он ко мне относился после. Ну, я часто бывает так, что не вижу негатив в людях. Вот. А на самом деле там просто мешались, как бы клуб мешал людям жить в течение трех месяцев всего лета. Вот. Попросили меня вписаться, так как, типа, я вроде как их там знакомый и так далее. Хотя я уже на тот момент, там, года три, два-три не появлялся вообще там. Мы не общались ни с кем с Газгольдера. Соответственно, я в Твиттере решил написать, ребят, сделать и потише. После чего, как бы, там началась маленькая перепалка. И вступился, значит, Василий, как некое снилицо, я не знаю, или как владелец клуба. Хотя он таким не является. Вот. И, в общем, некрасивых там кучу вещей наговорил в перископе и так далее. Вот. А я просто, ну, если вы как-то так... Ситуация такая достаточно двояка. Он еще там начал говорить, что я там, значит, пошел куда-то заяву написал, еще что-то. Я вообще никогда ни разу в милиции не был. Вот. И ни на кого писать заяву не писал и не буду писать. Мне это, ну, не нужно. Вот. Я сам растаман и так далее. Я взял юриста, которому написал доверенность. И он, на самом деле, он мне сказал, а вот ты не хочешь инициировать такой процесс? Я сказал, я позвонил своим юристам и сказал, что, как бы, спросил их. Они мне сказали, что это нереально, что уже были такие прецеденты с случаем, когда пытались, значит, защитить честь и достоинство. Вот. Но суды проходили в пользу ответчика. Вот. В этот раз он сказал, что я уверен, что я доведу дело до конца, и что это, типа, ну, что это, типа, на моей совести. Вот. Соответственно, я сказал, давай, делай, не вопрос. Если ты уверен, что у тебя получится, то почему бы нет? Ну, каждый человек, а тем более взрослый, должен уметь отвечать за свои слова. Вот. В общем, по сути, это был такой детский сад. Вот. И там куча на меня всякой ерунды вылилась. Вот. Куча искаженной информации в интернете, короче. Ну, это все ерунда, на самом деле. Ну, ладно. Я просто такой человек, что я, ну, я считаю, что я поступил правильно, поступил по дхарме. Есть дхарма, есть адхарма. Вот. То есть я, как бы, поступил, решил вступиться за людей. А человек, как бы, защищал свое благосостояние и репутацию в плане, как бы, для того, чтобы не потерять некий заработок. Вот. По сути, как бы, я, опять же, один столкнулся с такой стеной недопонимания среди тех, кто рубит бабки на, там, музыке, алкоголе, наркотиках и так далее и тому подобное. Вот. В общем, очень-очень тонкая тема. Вот. И я бы не хотел сильно обсуждать много. Вот. Ну, ладно. Не будем о грустном. Спасибо тебе большое за ответ. Для всех тех, кто только что к нам присоединился, подключился, напоминаю, это вечерняя Хайбэ. И у нас сегодня в гостях Децл, друзья. Децл, задавайте свои вопросы. Напоминаю, номер ватсап 8962559101. Самое интересное. Это озвучу в прямом эфире. Расскажи, пожалуйста, Кирилл, про то, сам ли ты пишешь стихи, или, быть может, есть люди, которые тебе подкидывают какие-то идеи, и вообще, где ты черпаешь вдохновение? Тексты я пишу сам, гострайтеров у меня никаких нету. Знаю сейчас, что это очень популярно. У рэперов пользоваться гострайтерами, особенно у поп-рэперов. Я тут узнал, кто с Жигану пишет треки, песни, в общем, немножко присел. Вдохновение, 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 вдохновение. Я черпаю, наверное, из жизни, из путешествий, из каких-то ситуаций жизненных. Вот. И это в основном как... Как некое прозрение приходит. То есть не бывает так, что я там сутками сижу и пишу один и тот же текст. Или там сижу и пытаюсь что-то выдумать. У меня обычно какой-то приход, и я сажусь и сразу там пишу либо куплет, либо целую песню. Вот. Бывает так вот, там, куплет, куплет, куплет написал, потом в какой-то момент я сажусь и начинаю смотреть, как бы по смыслу они подходят друг другу или нет. Соответственно, где-то можно поиграть в этот пазл, когда ты соединяешь несколько куплетов, написанных в разное время, и они, в принципе, несут один и тот же смысл. Потом придумывается припев, хук, бридж и так далее. И, в общем, делается готовый трек. Музыку я использую всегда разную. Сейчас это битмейкер Арутюн, Фарго и Витя Исаев. Вот. Еще есть такие два парня, зовут их Blackjacket и Эль Торо. Они делают Dancehall Production. Вот. На последнем релизе тоже есть от них один трек, называется Made in Brazil. Вот. По опросам он один из самых популярных. Вот. В плане музыки, в плане текста и так далее. Вот. Это такая тоже была некая отсылка к песне «Вечеринка», но в бразильском стиле. Вот. В общем... Че там такое играю-то на заднем фоне вообще? Мне сейчас это... В общем... Вот такую музыку я не врубаю. Ты знаешь, я чувствовал, что ты отреагируешь как-то на этот трек. Вот прям подсознательно. Ну, просто я слышу как бы западные такими... Западные, значит, аналоги на русский манер. Вот. Потому что вот эти люди, они очень часто любят использовать западные аналоги и как под копирку делать все точно так же, как делают, короче, иностранцы. Вот. И это сразу слышно, и мне прям ухо начинает резать. В общем... В общем... В общем, не суть. Музыку пишут сейчас те, ну... Те, кого я считаю, ну, как бы на волне. Именно на новой волне. Именно на правильной волне. Это Дефл, друзья. Он у нас сегодня в гостях в студии Казанского рекорда. 101.9. Настраивайся и будь с нами. Также задавай свои вопросы. Мы принимаем их на номер ватсап 8962559101.9 и в группе Казанского рекорда ВКонтакте. Адрес vk.com Slash KazanRecord. Скоро. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Зачем? Я и с ним не ссорился, с шефом. Чем мне с ним мириться? В Ростов, не знаю. Ростов я забанил пока. Удивительно, как один человек может испортить впечатление о целом городе. Чай остыл, да. Доберись быстрее, чем мог себе представить. Приложение Google. Меньше пробок на твоем пути. Чай обычный. Принцесса Нури. Я тоже жду не дождусь, как в Питер поеду. Там как раз четыре концерта в один день, как всегда. Я Ростов не обижаю. Там вы воспитываете своих пришельцев. В Москве 8 марта концерт будет Yota Space. Из старой школы только с битмейкером битом общаюсь. В Казани концерт, да. С лигой не знаю, возможно. Да, из рэп-тусы стараюсь ни с кем не общаться. Вечерняя хай-бэна ради рекорд продолжается. В гостях сегодня у нас Децл, чему я, несомненно, рад. Децл, дай голос. Йо-йо, всем привет. С вами Литрюк, он же Джузеппе Жостко. Всем яу. Мы в Казани. Сегодня вечером ночью концерт. Приходите, обязательно будет жарко. Ну что ж, я думаю, стоит почитать вопросы, которые задают наши радиослушатели. Итак, ты много бываешь не в России. И менталитет, какой страны тебе близок? Люди какой страны ближе по духу? Даже не люди, а общество, в том числе музыкальное. Эльвира спрашивает. Музыкальное общество? Я не знаю. Мне вот, например, близки по духу испанцы. Мне очень нравится находиться в Барселоне. Очень интересное место. В общем, получаешь эстетическое насыщение от прогулок по городу, от того, насколько люди спокойные. В общем, сиеста, все дела. Мне очень нравится Испания. Франция очень нравится. Мне нравится именно общаться с французами. Особенно где-то на выезде. Французы тоже близкие по духу ребята. У меня очень много друзей в Париже. Мы периодически туда ездим, периодически посещаем всякие разные мероприятия, выставки с женой. В общем, в прошлом году были в Марселе. Первый раз я был в Марселе. Тоже очень понравился город. Отличный вообще. Прибрежный город. Куча всяких строений в скалах. В общем, такое достаточно интересное тоже архитектура города. Потом мне нравится из азиатских. Мне очень нравится Таиланд. Мне мечтаю поехать в Японию. Тоже японцы очень близки по духу, хотя это такой, в общем, педантичный полуфашизм такой присутствует. Не знаю. Так-то, в общем, не знаю. В общем, мне нравятся все люди. Понятно, что в семье не без урода, но в своей общей массе люди очень позитивные. Далее. Выпускает ли Децела сейчас треки, песни? У него хорошо получалось свое время. Жизненные песни были. Жаль, мы не слышим его сейчас. Даже, можно сказать, небольшой такой камень в огород, да? Ну, просто те, кто не слышит, меня сейчас плохо слушают. Вот меня не показывают по телевидению и не крутят на радио, лишь потому, что мои треки действительно жизненные. Например, вот вы можете залезть в YouTube и посмотреть клип на трек «Пробки, стройка, грязь». Я думаю, вам все станет понятно и почему у меня нет на телевидении, в общем, и почему у меня нет на радио. Потому что просто такой формат как бы не приемлем сейчас в нашей государственной политике. Вот сейчас нужно говорить, как все хорошо, как все отлично, какие все классные и так далее, и тому подобное. Но это не в моем стиле. Дальше. Так. Какое твое отношение к Versus Battle и Battle Rapper? В WhatsApp'е слушайте, спрашиваю. Versus Battle негативное отношение, вот, потому что люди выливают друг на друга негатив. Вот, причем в какой-то момент это происходит в не очень воспитанной манере и не очень интеллектуально. Если брать там американские баттлы, то там, допустим, команда на команду выдается какой-то там, не знаю, бит, не бит. Каждый придумает чистые растейшие прямо на ходу. Вот, каждый выходит, если ты там не смог, что-то там выходит из твоей команды другой человек. В общем, это более, в более игровой форме все сделано. У нас это сделано все более коммерческой форме, а не такое больше, как желтая пресса. Скандалы, интриги, расследования и так далее. И все вот на этом работает. Плюс мне не нравится, что там люди готовят свои выступления. То есть, они заранее знают своего, как это, оппонента, и уже знают, на кого они будут гнать, и уже там начинают придумывать какие-то тексты, уже заранее не несущие ничего позитивного, ничего образовательного, ничего такого, как бы, философского, а просто некая такая вода, которая кого-то призвана оскорбить или унизить, или еще что-то. Я вот такие вещи не приемлю, потому что, ну, это в первую очередь, это пример для молодежи, как нужно друг с другом общаться. Ну, так общаться, я бы не хотел, чтобы со мной так общались. Вот. Я считаю, что не важно какого ты цвета, не важно откуда ты, не важно кто ты, нужно друг друга уважать в первую очередь. Золотые слова. Предлагал ли тебе кто-нибудь поучаствовать в этом Versus Battle? Если предлагал, то кто, если не секрет? Ну, у меня постоянно какие-то предложения и за гонорар, и так, и, в общем, как-то, в общем, были какие-то предложения, я пока стараюсь стараюсь держаться подальше от этого мероприятия. и потом, я уже много раз говорил, что есть Versace versus марка одежды такая, например, вот, и можно прочекать в интернете вообще, на кого она рассчитана и так далее. Ну, не суть, как бы, я не знаю, мне не очень нравится вот такая концепция. Мне кажется, она должна быть немного более интеллектуальна и немного более динамичная. Должны существовать некие команды и так далее, и это не должно быть один на один. Могут быть там один на один, но уже в финале там оппоненты, которые там, типа, остались лучше из лучших. Так, продолжаю задавать слушателю вопросы. Есть ли у тебя домашние животные и любишь братьев наших меньших? Да, обожаю домашних животных, но у меня пока только кошка. Вот, планирую, я, на самом деле, сам собачник. У меня с детства были всякие разные собаки. Вот, я сам покусан много раз там сильно. У меня была собака Мастина, такая огромная, серо-голубая, вот, и она меня очень любила покусывать. У меня так две руки прокусаны, там, шея прокусана, голове 14 укусов, ну, в общем, по-любому. Я ее все равно любил, вот, он все равно очень переживал, когда его отдавали там в охранное, значит, предприятие, потому что, ну, он уже был неконтролируем. там всех кусал, вот, такая порода. Потом у меня был уже, после него был бульдог, отличный, вообще, английский бульдог, вот, а потом, как-то, в какой-то момент у мамы, там, появился мопс, а у меня уже кошка, вот, просто кошка пришла сама, я ее не стал выгонять, она как-то так, зашла со мной в подъезд, зашла домой, и все, из дома уже не выходит, не выходит уже, наверное, лет шесть, трехцветная, я подумал, трехцветная, это удача, там, все дела, пускай остается, вот, я еще планирую еще собаку. То есть, на вопрос, если бы не рэп, то что, ты бы ответил, наверное, кинологом был бы, да? Нет, если бы не рэп, то космос, открытый. Нет, на самом деле, я бы, наверное, может, занимался какими-нибудь дипломатическими делами, мне очень нравится путешествовать, очень нравится изучать языки разные, я сам знаю, там, в районе четырех-пяти языков, и, в общем, я знаю, английский, русский, французский, испанский, чуть-чуть, и, в общем, если начать изучать другие языки, то они, в принципе, легко даются. Скажи, пожалуйста, как вообще ты изучаешь языки? Какая-то, может быть, у тебя есть определенная методика, так вкратце? Нет, просто легко дается, не знаю, методики нет определенной, но вообще, чтобы выучить язык, надо погрузиться в атмосферу, да, и, в принципе, если ты хочешь учить какой-то язык, надо ехать туда, где на этом языке разговаривают, и чтобы у тебя как можно меньше было возможности разговаривать на русском в этот момент. Вот, тогда начинаешь переключаться, и у тебя мозг начинает переключаться, ты потихонечку-потихонечку начинаешь понимать, о чем люди вокруг говорят, соответственно, учиться. Понятно. Скажи, пожалуйста, как ты привык проводить свое свободное время? Я знаю, ты много путешествуешь, ты неравнодушен к животным, что тебя еще привлекает? Может быть, читаешь книги какие-нибудь интересные, я не знаю. Да, много литературы, разной, разной изучаем, вот, конкретно, там, Митио Како, такой есть, например, ученый японский, он выпустил очень много книг, вот сейчас про порталы, черные дыры, и измерения, значит, мы изучаем, вот, и это очень интересно, в свое время он там, он написал книгу о воде, когда он, значит, проводил эксперимент, как слова действуют на воду, а поскольку мы на 80% из воды состоим, соответственно, слова действуют на человека, и вот он там, ставил, значит, молитву в воде, потом замораживал, значит, смотрел на снежинку, какая получилась, значит, какой кристаллик получился, вот, там, ровный, неровный, вот, там, какие-то плохие слова говорил в воде, потом замораживал, смотрел, какой кристаллик получился, в общем, целая такая, значит, научная, целая научная работа, которая очень интересная, если вам, Если вас это интересует, вы можете почитать. Это очень сильно связано с нашей повседневной жизнью, с тем, как там нужно грамотно общаться, как нужно, например, даже грамотно относиться к идее, к готовке и так далее и тому подобное. Там есть эксперименты, когда кто-то там сидел, обсуждал смертельное какое-то химическое оружие, и у всех стояла на столе вода, и кто выпил этой водички, уехал в реанимацию после этого разговора. Потому что вода записала всю эту информацию и, соответственно, спровоцировала некую негативную реакцию. Поэтому, не знаю, говорите своим друзьям, близким, тем, кого вы любите больше, хороших слов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Киев 20 какого-то, Киви 20 какого-то марта, не помню точно, позже скажу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! В Москве Рекорд закрыли, я не в курсе! В Москве Рекорд закрыли, да? Да! Класс! А почему? Субтитры Алексею Дубровскому! Не знаю, может они кого-то рассердили? Подробности на сайте Bounty Spa и по телефону 8 800 500 00 11. Внимание, Казань говорит и показывает Радио Рекорд! Саундклауд? Не знаю, почему-то закинул. Танцоров, да, там куча очень достойных танцоров, я надеюсь, что мы многих из них сможем лицезреть в клипе. Генеральный спонсор проекта ТЦ Горкий Парк, ООО Юнайт Девелопант. Класс! А я ее присвоил с иконок. Реклама в Казани 528 06 78. Продолжим? Да. Друзья, сегодня в гостях Децл в Казани в студии Первый Танцевальный. Итак, Децл, ты обещал сфристайлить, я думаю, в самый подходящий момент для этого. Готов? А у тебя тут биты есть или ты хочешь, чтобы я просто потихнул? Ну вот под этот трек, да. Я могу брать, может, под этот трек, а это тебе удобно. Не, давай уж тогда акапеллину, что ли. Он там ребят у меня в прямом эфире тоже просит. Окей, давай. Эх, на эстраде все в порядке, все тугим пучком, прямо как в шестой палате. Пациенты с огоньком точно будут в шоколаде. Эй, те, кто бьет телом, нафталиновые поти с кокаиновым баблом. Это все как будто сказка, будто нехороший сон. Кто-то выбросил все краски и рисует угольком. Темно-серые полотна мокнут под кривым дождем. Ну а мы пока в подполье тупо солнца подождем. В день, когда разойдутся тучи, станут ясными небеса. И все вампиры в Прадо и Гуччи растворятся на глазах. Когда люди устанут драться и ругаться без конца. Тогда станут на планете все как дружная семья. Когда демона прогонят в солнце яркие лучи. Выжигая по дороге их засмертные грехи. Сами на себя наложат руки дерзкие палачи. Когда власть потеряет силу и умрут все лжецари. Мы ведь ждали очень долго, подождем еще чуть-чуть. Нам никто не обещал, что будет коротким путь. Знаю точно, очень скоро подует ветер перемен. И все люди как один вновь поднимутся с колен. Да муза, музыка, микстура. Это новая волна. Байли, фонки, рецептура. Сто процентов качества и так далее, короче. Это Десл, друзья, на Радио Рекорд. Я думаю, все люди в трансе просто после этого. Здорово, спасибо большое. Так, немножко... ...времени остается, а вопросов очень много на самом деле. Все, наверное, не успеем задать, как бы там... ...не было. Но, тем не менее, какие-нибудь забавные истории с концертов? Можешь вспомнить? Забавные истории с концертов. Их было очень много. И самое забавное, я помню еще со времен путешествия с дельфином, у нас был тур такой давным-давно. Вот тогда были всякие интересные моменты, когда мы договаривались, кто выступает первым, чьи фанаты входят первыми в зал, чьи выходят первыми, потому что там постоянно были стычки какие-то. Нас постоянно пытались перевернуть автобусы. В общем, в то время как-то было все более массово и масштабно. То есть с отсутствием интернета и всякого вот этого доступа легкого к продукту, вот люди стремились попасть на концерты, на живые шоу. И, соответственно, собиралось гораздо больше людей, чем сейчас многие собирают, даже самые популярные исполнители. В общем, сейчас нужно там прибегать к каким-то всяким государственным уловкам, типа бюджетам, бюджетников подтягивать нам, вот, чтобы набить олимпийские, так некоторые делают. А раньше этого не нужно было делать, раньше просто люди приходили и набивались там по 50 тысяч человек на стадионы. В общем, а у меня был где-то концерт, по-моему, в городе Нерингри, где прямо на половине выступления отключили свет вообще весь. Это стадион, оставалась сгореть маленькая лампочка. И вообще, ну, то есть микрофон не работает, людям ничего даже не сказать. Соответственно, мне приходилось так стартовать в одном конце стадиона. Пока я пробегал круг, я снимал с себя там рубашку, майку, там, еще что-то, выкидывал в толпу. Она так быстро рвалась, все за секунду на кусочки, на маленькие. Вот, в общем, ну, и вот так вот у меня периодически возникают такие ситуации, когда там, я не знаю, свет отключится, звук отключится, и приходится как-то выходить из ситуации и вот необычными способами. Вот могу вам рассказать историю, как вообще появился Тимати. в какой-то момент подумал что мне нужны нужен бэк mc на которого переключат свое внимание все маленькие девочки вот и такое значит тут был тиман на горизонте и в общем опыт ну как бы комсины на какое-то время и вот до сих пор он работает для маленьких девочек как потайки нам сегодня раскрыл ну что же движемся далее и расспрашивать веришь ли в реинкарнацию были события в жизни которые первые твою жизнь да конечно я верю в реинкарнацию но я не хочу реинкарнироваться я можно 400 лет поживу а потом не буду же реинкарнировать ну вот то есть я верю в то что люди которые совершают злые поступки они инкарнируются в более плохой карме нежно чем они находились до этого вот соответственно люди которые там торгуют алкоголем не очень сильно ухудшает себе карму но и и и и и и и и